Здравствуйте! Ну что, мужики, живей давай, отчаливайся! Марта, ты когда приехала? Вчера еще, не ждал? А я с утра тебя ищу. Была у твоей матери, говорила, я же ничего не знала. Ты надолго? Думаю, на все лето. Артур, послушай, там Мартис один баркас разгружает. А ты, дочь, смотри, песок-то холодный и вода тоже. Артур! Артур! Это тебе. Боже, какой янтарь! Как ты его нашел? Как и тебя. Искал и нашел. Я таких не встречала. И я не встречал. Знаешь, загадай что-нибудь. Я не умею. Ну, просто загадай. Подумай, что ты больше всего желаешь? Не буду гадать. Почему? Потому что кроме тебя мне ничего не надо. КОНЕЦ И не боишься? А если отцу скажут, посмотри мне в глаза, что с тобой сегодня? Ты сперва скажи, как ты съездил. Уладил с училища? Да. Все в порядке. Обещают оформить отпуск на год. Тогда вот. Что это? Твой вексель. Рихард выкупил моего отца. Рихард? Ну ты же спас ему жизнь. Он тоже хочет тебе помочь. Ну да. Ну а при чем тут ты? Ты что, просила его? Ну вместо того, чтобы радоваться, ты... Как-то странно получается. Я должен поговорить с Рихардом. Ну то поговори, конечно. Ты ставишь меня в неловкое положение. Я только хотела тебе помочь. И Рихард? Ну и Рихард тоже. А что ж уж такого? Ты не представляешь, как мы, мальчишки, завидовали рыбакам, когда они возвращались с тюленью у острова. Нам казалось, будто это какая-то сказочная страна. Отец обещал меня взять туда, но так и не успел. Жаль, что посреди каникул тебя отправляют в Ригу. Мы бы поехали на остров вдвоем. Ты надолго туда? Дня на три. Четыре. Ты даже не проводишь меня? Может, все-таки мы вместе поедем в Ригу? Не могу. Мать одна. Прости. Артур. Я люблю тебя. А я хочу, чтобы мы были вместе всю жизнь. Я очень тебя люблю. Артур. Я не могу без тебя, Март. Артур. Родина. Что ты? Я думаю о нас. Возьми меня с собой. Куда, милая? Куда хочешь. Завтра твой отец запряжет лошадь, отвезет тебя на станцию. И в Риге ты продолжишь свои ступнические. Не надо, не говори, не надо. Не знаю, как я буду без тебя эти четыре года. Пускай четыре. Десять. Двадцать. Чего ты улыбаешься? Я не улыбаюсь. Я безумно счастлив. Теперь ты моя жена. Ты моя жена. Правда? Правда. Как же теперь с университетом? Тоже погорел? Вот именно, погорел. Я же не брошу отца. Так с отцом и будете у Рихарда жить. А где же? Ему сейчас нужна помощь. Да, конечно. Марта. Я люблю тебя. Слышь. Ты моя жена. Ты жена мне. Я не могу, чтобы ты жила в чужом доме. Мартыш. А почему ты так? Сейчас я не могу идти. Я останусь, пока им нужна моя помощь. Да, конечно. Это мой долг, Артур. Да. Да. Ну почему? Ну почему ты требуешь, чтобы я платила неблагодарность у человека, который спас жизнь моему отцу? Артур. И для тебя он сделал не так уж мало. Ну что ты, Артур. Артур. Ну что ты. Уже уходишь? Угу. До завтра. Ну до завтра. Отцу скажи, я могу ему помочь с домом. Спасибо, скажу. Конечно, если он захочет. Угу. Ты. Доброе утро. Где ты была? Потом расскажу, я уже не замерзла. Ты была с Рихардом? Отвечай. Ты была с Рихардом? Да. С Рихардом всю ночь. Ты доволен? Ты что? Как ты со мной разговариваешь? Артур. Артур. Не уходи. Я тебе все объясню. Ты что делаешь, негодяй? На кого руку поднял? Я тебе с ним. Не плачь. Я смею. Я смею, потому что... Артур, пожалуйста, скажи своей маме. Она должна все знать. Тогда я скажу. Я жена вашего сына. Не жена ты мне. Уходи, Марта. Иди. Артур. Иди, откуда пришла. Артур. 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 Иди. Артур. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ещё порошок, пожалуйста. Спасибо. А что вам? Спасибо, ничего. Ну? Здравствуй. Здравствуй. Ехал сюда и всё загадывал, чтобы никого из знакомых не встретить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но я одна. Выйдем, поговорим? Не могу. Ждут. Нет, нет, только не думай, что я не хочу разговаривать с тобой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Понимаю. Что это? Тебе всё? Ты болен? Это... Нет, это... Для коров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А у меня Эдгар простудился. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сын. Да. Сын. Уже полтора годика. Вы давно вернулись? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Недавно. А ты что? Да вот как видишь, маму ты мою встречаешь? Угу. Изредка. Ну, передай ей, что я жив. И... Нет, только это и... А может... Что? А может быть, ты сам... Пару слов черкнёшь? Пару слов черкнёшь. Пару слов черкнёшь. Ладно. Мне пора. Я хочу, чтоб ты знала. Я виноват перед тобой. Убийца. Поехали! Беги скорее. Не могу. Ни один я. Марта. Мы постараемся скорее забрать его. Артур, я должна тебе сказать одну вещь. Это очень важно. Помнишь? Помнишь тогда в аптеке? Ты сказал, что виноват передо мной. Помнишь? Я тоже должна признаться. Но только пойми меня. Не могла я раньше этого сказать. Уходи, Артур. Ты мне что-то хотела сказать, Марта. Уходи. И береги себя. Помни, кроме тебя у нас никого нет. У нас? Ты сказала, у нас? Да, у нас. Беги, беги. Марта. Артур, беги. Говорят. Будто, будто бы вы в период оккупации прятали у себя в доме раненого советского разведчика. Правда ли это? И кто это может подтвердить? Мать. Артура Банги. К сожалению, ее уже нет в живых. Тогда только сам Артур. И еще ваш сын. Я его тогда не видела, но... Прекратите. Я обязан поставить вас в известность, что ни Артур Банга, ни мой сын Лайман Калнынь не могут являться свидетелями. Как? Почему? Они оба погибли. 23 июня 1944 года. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В одной из наших газет я видел фото Латышских рыбаков, которых спасли шведы Я узнал Артура А потом все подтвердилось в Нью-Йорк-Олеге Твой Артур жив Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Кто здесь? Кто тут есть? Твой Артур Твой Артур Мам, смола Слезы наших сосен Помнишь, мы с тобой Говорили Я потом долго думал Почему сосны плачут Ты тогда был еще маленьким и не знал, что на свете есть горе и слезы Скажи, а сейчас ты счастлива? Да, я счастлива Потому что я опять здесь И потому что я тебе вернула то, что когда-то отняла В остальном не спрашивай, сынок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok